Ты че? Какая Кландия Ивановна? Да и что же это его? А я думал, что она это Баба Клава, то есть Баба Клавиатура. Ну Марья Ивановна, ну что это за такой квадрат с одной стороной? Марья Ивановна, не волнуйтесь, все равно он мозг не повредит. Он должен повреждать ничего. Слышь, Бутанов, я вчера там с одной девчонкой расстался, и сегодня она пишет в статус. Мне его так не хватает. Про меня, наверное. Это она про свой мозг. Точняк! Лосара! Ты че, реально думаешь, ей тебя не хватает, Наруто? Так, дети, повторяем домашнее задание, и через пять минут я начну кого-нибудь спрашивать. Давай, я как всегда готов. Какое домашнее задание я пытался? Ты че, не знаешь, нет? Затупин, ну пожалуйста, прекрати ковыряться шариковой ручкой в носу. Марья Ивановна, не волнуйтесь, все равно он мозг не повредит. Он должен повреждать ничего. Красава! Ну это понятно, Батанов, только я имела в виду, что он все равно не сможет увидеть то, что нарисовал у себя в носу. Ты что? Марья Ивановна! Оскар за шутку! Вообще огонь! Красава! Супер, супер! Туполев, дорогой ты мой человек, объясни мне, пожалуйста, как ты один мог сделать столько ошибок в домашнем задании? А почему это один, Марья Ивановна? Я с папой делал. Ты же потом с папой звонил мне. Ну и что? Как же ты плохо считаешь. И получается трое человек. Ну да, Марья Ивановна. А вы вообще, похоже, считать не умеете. Вот оно что. Ну тогда вам 5 баллов. О, круто. Не могу поверить. Я папе обязательно передам. А, пятерка. На троих. А я тут при чем? Это что получается? Даже двойки не будет каждому. Слабый мой батя плохо учится. Затупин. Представь, что у тебя 6 килограмм яблок. И ты отдал половину ботанову. Сколько у тебя осталось? Эм, ну... Марья Ивановна, ну 5 с половиной. А что? Ну ладно. Молодчик, даже без калькулятора справился. Что не так, ботанок? Затупин. Ну почему ты до сих пор не можешь научиться делить пополам? Марья Ивановна, ну как не могу? Я же разделил килограмм пополам. И то, что получилось, отняло того, что у меня было. А что? Я так же посчитал, ну. Вот-вот, Марья Ивановна. Я же и не сомневался. У них же одинаковый склад ума. Вот и ответ получился одинаковый. А что тебе не нравится, э? Очкарик? Так, дети. Очень важный вопрос по сегодняшней теме. Чему же учит своей жизнью и поступками Александр Сергеевич Пушкин? О! Марья Ивановна! Можно я отвечу? Пожалуйста. Тупорев? Ну ладно, давай. Ботанов, ты всегда успеешь кого-нибудь поправить. Посиди пока что-то. Ха-ха-ха! Пффф! Ха-ха-ха! Здорово, не мешай мне отвечать. Спасибо. Короче, Марья Ивановна, я тут что подумал? Что каким бы талантливым бы человек ни был, я считаю, что сначала нужно научиться стрелять. Стрелять? Ой, тупорев, лучше б я Ботанова спросила. Да я тебе говорю, что да. Да нет. Ну что нет? Да нет. Да вот у него спроси, ну. Ботанов, какое полное имя у бабы Клавы? Ты ж про ту добрую женщину, которая работает у нас в буфете? Да, именно про нее. Ну, Затупин, ну стыдно не знать, у кого ты покупаешь булочки. Клавдия Ивановна. Ты что? Какая Клавдия Ивановна? Да не слушай ты его. А я думал, что она это баба Клава, то есть баба клавиатура. Клавиатура? А что, я как-то на выказовом аппарате, как в клавиатуре добасит, ну. Что-то я это. Только цифрами, да? Ого. Тупорев, ну проснись. Можно спать? Да ты вянь, ботанов. Слушай, Тупорев, тебя, Мария Ивановна, походу спали. Тупорев, ты сейчас пойдешь к доске и будешь сто раз писать последнее предложение, мною сказанное. Мария Ивановна, мне такой вещий сон сейчас приснился. Не поверите. Ну и какой же тебе сон решил присниться на уроке русской литературы? Мария Ивановна, да зуб даю вещи. Вот прям как наяву. Я, гаишник, останавливаю вас, вы за рулем. И говорю вам, Мария Ивановна, а вот достаньте ручку и листок бумаги. Тупорев, а зачем мне за рулем ручка и листок бумаги? Мария Ивановна, вы же до конца меня не дослушали. Я вам говорю, достаньте ручку и листок бумаги. И пишите сто раз, что я больше не буду нарушать правила дорожного движения. Поспать нельзя уже на уроке, да? Тупорев, ты у меня доиграешься и твой папа будет снова в школе у директора. Дети, начертите квадрат со стороной 10 сантиметров. Мария Ивановна, так это вообще легко, я сейчас мигом. Да-да, я бы тоже бы легко и быстро линейку где-то потерял. Мария Ивановна, так это невыполнимая задача. И что тут такого невыполнимого за тупин? Ну, Мария Ивановна, ну что это за такой квадрат с одной стороной? Да! Мария Ивановна, давайте я сам начерчу на доске. О, так будет проще. Молодец, пить у меня. Чтоб мы без ботана его делали. И вот так братья заставили Иванушку-дурочка взяться за дело. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Как вы думаете, ребята, какая мораль у этой сказки? Мария Ивановна, я знаю, а мораль сказки в том, что нужно быть внимательнее. Не то, что ты. Ну, мне кажется, когда пьешь мед, нужно рот шире и больше открывать. О, затупин, ну ты даешь. А ты, Тупарев, что думаешь? Ну, давай, добей меня своим ответом. А вот мне кажется, что ни Ботанов, ни Затупин не дали правильного ответа на ваш вопрос. Вот я считаю, что тут все вообще просто элементарно. О, усы брить надо. Тогда и в рот будет попадать. Ебать, я тут сказки еще лет 5 назад рассказывал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok